еще раз добрый день так лучше меня слышно я потому что убрал скажем по громкость микрофона снизил лучше понятно но посмотрел немножко переписку в начале новички и новички и так далее так далее это понимаю нас совсем опять немного в принципе 5 часов понедельник то ли понедельник день тяжелый то ли это у нас скажем так началось то ли то ли люди в субботу были на телемосте так александр спасибо вам большое вы на наших вебинарах периодически пишите да вперед белоруссию вместе со skyway вот скажите а есть это не был в субботу на мероприятие которое у нас проходило в 12 часов дня по московскому времени просто если не были поставьте минус евгений не был да так хорошо вот только один евгений получается да значит все остальные кто сейчас находится в комнате все получили информацию о том что было на прошлой неделе до компании skyway вот кто приезжал где были что смотрели и так сегодня у нас вебинар он посвящен компании skyway capital то возможности которая на сегодня предлагает людям я посмотрел что тоже была переписка по поводу хотим купить до миллиона акций вот виктору бабурина задавали вопрос по поводу того когда прекратится возможность точнее когда будет прекращена работа по привлечению инвестиций в корневую технологию он сказал пока не знаю то есть инвестиции идут очень большой объем работы будет выполняться в австралии да потому что приезжал рот хук рот хук возглавляет сейчас австралийскую компанию нашу то есть он взял скажем так управление в австралии свои руки и для группы компании skyway этот проект очень много значит потому что действительно большинство скажем так предполагаемых адресных проектов структурных каких-то там институтов до министерств каких-то связанных с транспортом они все сейчас выждали скажем так выбрали позицию наблюдения за тем что происходит говорят да все это хорошо но покажите а в австралии рот хук и целый ряд специалистов которые с ним был на прошлой неделе у нас в республике беларусь они взяли на себя ответственность руководить процессом и уже скажем так запускать работы по направлению внедрения технологии разработанную низким на австралийском континенте не дожидаясь даже демонстрации там октября месяца и так далее так далее даже вот хук предложил свое участие в берлинском мероприятии которое состоится осенью вот давайте об этом вкратце поговорим то есть вебинар сегодня будет состоять из двух частей как всегда потому что в принципе презентация компания skyway капитал это наверно даже не место разъяснения до подробности все этих всех подробностей технологии разработанную низким потому что это сделать течение получаса 40 минут невозможно вот потому что скажем так информация о самой технологии она занимает не одну сотню страниц вот даже не одну наверно тысячи уже сегодня страниц огромное количество печатных материалов при желании можно найти на сайте анатолия дароджевиницкого на сайте skyway капитал какая-то часть материалов есть даже в личном кабинете партнера есть скажем так целый ряд описаний технологии буклеты цветные с выкладками техническими с формулами и так далее то есть те люди которые хотят докопаться до основ самой технологии они найдут эту информацию было бы желание дают как от инженеров готовили в советском союзе то есть инженеры были люди скажем так специалистами широкого профиля которые владеют какими-то основами и легко находит информацию о том где можно скажем так свои знания углубить и расширить свой кругозор там привязки какой-то конкретной тематики и так я сказал что вебинар будет состоять из двух частей первая часть это непосредственно технология кратко да ее история краткой что она из себя представляет вот приветствуем якутию очень рады что вы сегодня с нами вторая часть это предложение которое делает компания skyway капитал те скажем так возможности приобретения долей компании что мы для этого можем предоставить вот и в конце если будут какие-то вопросы мы на них ответим кстати при нахождении на мероприятие которое у нас было днем в субботу да вот я обратил внимание на что смотрите многие люди приходят для того чтобы получить информацию да то есть довольно серьезно относятся к тому что происходит а кто-то приходит просто поболтать потому что в чате который там был чего только не писали и про кота и еще про что-то да вот лишь бы лишь бы что-то писать я не знаю то есть есть люди может быть которые хотят о себе заявить чтобы их увидели вот но когда идет вот эта переписка в чате порой в течение скажем так всего выступления спикера который там был да и так далее вы знаете как бы не нормально относилась к этому Виктор Бабурин я уверен это его отвлекало если вы заметили там на определенном этапе мы просто отключили чат вот и я всегда тоже говорю когда провожу мероприятие у меня не бывает много людей последнее время я заметил и так далее причин может быть несколько вот всегда есть возможность скажем так высказать свои какие-то предложения тем кто присутствует хорошо это или не хорошо вот но я всегда говорю давайте сделаем так вопросы в конце да и это нормально просто я представляю всегда ситуацию следующим образом представьте Виктор Бабурин вещал бы в зале вот зал в котором сидела там порядка пятьсот восьмидесяти пяти человек да и представьте выступает спикер и в это время все те кто пишут в чате начинают там с друг другом обсуждать какие-то там проблемы вопросы выкрикивать вопросы из зала во время проведения мероприятия но было бы это хорошо или нет поставьте пятерочки кто со мной согласен что во время любого мероприятия какое-то не было я думаю что самое лучшее что можно сделать это внимательно слушать вот и на основании кстати это вот некоторые которые обсуждали кота я думаю какие-то важные моменты из выступления того же Виктора Бабурина упустили потому что в то время когда они печатали да думали о том что же сказать про кота они не слышали то что говорил на экране Виктор Бабурин вот таким вот образом спасибо вам большое спасибо вам за поддержку вот поэтому давайте так и поступим будут вопросы вы знаете я люблю когда люди вопросы задают не так часто это бывает да но тем не менее как бы на все сто процентов вопросов ответить сложно потому что есть вещи на которые даже Виктор Бабурин он говорил на вебинаре на кто-то он не может ответить на что-то ему нельзя отвечать да потому что есть целый ряд вещей которые он говорит подписывал соглашение неразглашение тайны там и так далее так далее она здесь есть мы работаем с технологией в которой есть ноу-хау и австралийцы которые кстати приезжали на прошлой неделе они тоже подписывали бумагу то что они это не будут разглашать это очень важно итак друзья давайте перейдем к вебинару то есть я обещаю со своей стороны не делать его слишком долгим не затягивать скажем так время не пренебрегать вашим вниманием я наверное пройдусь по основным положением то что считаю важным а вы дальше уже сориентируетесь со своими вопросами и так далее компания skyway capital мы находимся на презентации этой компании и основные нероноположения таковы что первая компания является официальным партнером группы компаний skyway вот та что владеет технологии разработанную низким да она мы являемся партнерами наша задача привлекать инвестиции вот компания зарегистрирована в великобритании да это говорит о том что мы в принципе защищены британским правом важно то что все что мы делаем мы привлекаем те инвестиции которых я уже сказал для реализации технологии которые сейчас с вами поговорим ну и большинство из вас там находятся сегодня вебинаре уже знакомы с этой технологией да кто-то ей проникся кто-то верит что она вот-вот будет реализована и я в этом абсолютно не сомневаюсь и очень важный момент на который следует обратить внимание что платформа привлечения инвестиций ну а она достаточно необычно для проектов которых присутствуют какие-то технологические процессы технология да мы имеем дело с транспортной технологии инновационной срок внедрения который на сегодняшний день по времени составляет почти 40 лет потому что скажем так анатолий дар еще низкий начал разрабатывать технологию еще в 70-х годах 20 века вот и выведение данной технологии с 14 года с конца 13 было принято решение да по сути дела было не то чтобы переложено на плечи но тем не менее протянули руку обычным людям простым такие как мы с вами этим людям было предложено стать совладельцами данной технологии чтобы в дальнейшем скажем так получить огромное количество плюсов от ее капитализации но в первую очередь улучшить свою финансовую составляющую на сегодняшний день хотя делу акцент инвесторами нашей технологии сегодня являются не только люди которые подумали о том что у них сегодня денег нет а потом их будет много да но и люди у которых есть достаток есть серьезный уровень дохода люди грамотные в финансовом направлении и люди имеющие различные виды бизнеса да то есть те которые в мире бизнеса повоились не один год и может быть даже не одно десятилетие но наверное именно поэтому это один из самых демократических способов до финансирования сегодня технологии то есть от каждого человека если он примет решение по его сегодняшним возможностям в плане физически каких-то усилий потому что у нас еще можно давать информацию окружению при этом зарабатывая деньги до духовных моральных финансовых потому что вы знаете что разбежка до получение дохода ежемесячно между различными слоями населения в большинстве стран мира это очень серьезно да то есть есть небольшое количество очень богатых людей есть огромное количество очень небогатых либо назовем скажем так людей выживающих кстати для людей которые находятся в этой категории в принципе да вот не планирующими далеко вперед и так далее данная возможность которую предлагает компания skyway capital по сути можно сказать даже находка да можно даже не вкладывая большие суммы денег вот при этом создать себе серьезный капитал в недалеком будущем вот евгений написал 10 20 процентов от зарплаты необходимо вы знаете евгений наверняка изучал тематику финансовой грамотности а люди которые являются гуру говорят ну до 10 даже процентов хватает можете 5 если вы не можете остынуть хотя бы 5 инвестируйте да но тем не менее это рекомендации людей которые стали очень успешными благодаря как раз таки использования такой схемы и так автором струнных технологий а именно так называется транспорт второго уровня называют сегодня он sky way на протяжении долгих лет на протяжении долгих 30 с лишним лет назывались струнные технологии да вот кстати струнным технологиям сегодня относится не только транспорт второго уровня который мы сегодня с вами больше все будем говорить но это также строительство портов которые могут быть вынесены в акватории марии и океанов от береговой линии что экономит огромное количество денежных средств, да, и, скажем так, и ускоряет погрузку-разгрузку и так далее. То есть преимущество, опять же, струнных портов вы можете найти на сайте Анатолия Дородовича Юницкого, почитать. Это строительство мостов, это экономия по времени возведения этих мостов, по использованию строительных материалов и, скажем так, они по своей надежности и прочности будут где-то минимум в два раза превышать те мосты, которые мы сегодня с вами используем. Это взлетно-посадочные полосы аэропортов, аэродромов, да, это строительство зданий, как высотных, так и зданий, скажем так, коттеджного типа по струнным технологиям. То есть об этом как раз-таки обо всем и говорит Анатолий Дородович Юницкий. Российский, советский, белорусский ученый, предприниматель родился на территории Республики Беларусь, да, сейчас это называется, когда-то это было такое государство, как СССР. За время внедрения своей технологии, я говорил, что это занимает более 30 лет, почти четыре десятка лет уже на сегодняшний день, он дважды руководил проектом организации обменных наций, эта структура выделяла денежные средства для реализации технологии, да, эксперты данной структуры давали свои экспертные оценки и заключения о целесообразности инвестирования данной технологии и ее дальнейшего использования, скажем так, на территории всего земного шара. В начале 80-х годов он стал членом Федерации космонавтики СССР, речь идет об Анатолии Дородович Юницком. У него более 140 изобретений, более 200 различных научных работ, многие из которых опубликованы в целом ряде научных изданий, технических изданий не только Советского Союза и Российской Федерации и Белоруссии. У него 19 монографий на сегодняшний день, да, и три высших образования, об этом тоже нельзя, скажем так, не сказать, то есть первое образование это инженер транспорта, второе образование это патентное право изобретательства и третье как раз таки связано со строительной отраслью, проектирование строительства высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Сайт вы видите внизу на данном слайде, да, это как раз таки сайт инженера Юницкого, на котором большой объем информации касаемо технологии, начиная, скажем так, просто от описания преимущества и выгод данной технологии, да, и заканчивая государственными контрактами на строительство дорог в целом ряде регионов России, которые были заключены в десятых годах нашего тысячелетия. Об этом мы тоже еще пару слов скажем. Краткая история строительных технологий насчитывает условно четыре этапа, да, развития. Вот, сегодня мы находимся, сразу хочу сказать, на четвертом. Технология, скажем так, получила свое развитие. Первая заявка на изобретение была подана в конце 70-х годов, в 77-м году. Далее были первые научные публикации по этой тематике. Далее было признание Федерации космонавтики СССР, получен грант Советского фонда мира на развитие технологий. Первая научно-практическая конференция по внеракетному освоению космоса в Белоруссии. И на этой конференции речь также шла уже о струнном транспорте. Это был первый этап до середины 90-х годов. С 90-х годов, с середины до 2000-х, у Анатолия Дарвича в Санкт-Петербурге была своя научная школа. Были продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба. Было продемонстрировано, скажем, точнее, проведено большое количество работ и испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы подвижному составу будущему, в первую очередь высокоскоростному Skyway. Именно на этом этапе был получен первый грант организации объединенных нации на развитие технологий. По программе вы видите, да, Хабитат. И, по сути, на бумаге была отработана технология первого поколения. Третий этап с 2001 по 2009 год, это этап, когда у Анатолия Дарвича Юницкого был участок, демонстрационный участок, полигон это называлось в тот момент, на котором он показал технологию всему миру. То есть именно в этом промежуток времени по технологии Юницкого, скажем так, во всеуслышание было заявлено на целом ряде центральных каналов телевидения, на целом ряде региональных каналов телевидения были тематические передачи, посвященные струнному транспорту. Также были и научные публикации. Анатолий Дарвич вместе с технологией со своей принимал участие в целом ряде международных выставок и форумах, посвященных науке, технике и транспорту в первую очередь. Были получены награды различные. Но важно то, что на полигоне в подмосковном городе Озеры, над созданием которым активно тоже потрудился бывший генерал, а на то время губернатор Красноярского края Александр Рябич, был отработан целый ряд методик, продемонстрирован транспорт. Целый ряд международных делегаций посещали данный участок, где им было показано, что из себя представляет струнный транспорт Юницкого. Именно в это время были закручены первые контракты на строительство дорог, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Ульяновский регион. То есть это там предполагалось строить дороги. На госсовете, который проходил в 2009 году в Ульяновске, технология была продемонстрирована президенту Медведеву на то время. И как раз таки на том госсовете Медведев сказал следующее. Друзья, найдете деньги, занимайтесь. Хотя принял решение после данного госсовета, на котором были все губернаторы и министры профильных министерств, выделить порядка миллиарда рублей, то есть изыскать Министерству транспорта, толку, миллиарда рублей на развитие технологий Юницкого в Ульяновском регионе. Но, к сожалению, после этого госсовета полигона в подмосковном городе Озера не стало. Развитие, скажем так, полигон не получил. То есть его разобрали там в считанные дни или часы. Но важно, что Юницкий не прекратил заниматься развитием данной идеи, развитием струнных технологий. И сегодня мы очень близки к тому, чтобы данные технологии были реализованы. Я даже кратко рассказал историю и, наверное, сейчас включу ролик, который давно не включал на своих вебинарах, да, все-таки о чем идет речь и почему, скажем, Юницкий, ну, целый ряд причин, да, почему он решил реализовывать данную технологию, то есть и что она из себя представляет в ролике, который называется, может быть, «Длинная скандальная правда о современном транспорте». Поэтому я предлагаю его посмотреть, и мы пойдем с вами дальше по информации нашего видео. Десятки тысяч лет назад первобытные люди принесли огонь в пещеры. Это были первые технологии. Наши предки стали кострами обогревать свое жилище и жарить мясо на углях. Многие из них не доживали и до 20 лет и умирали от рака легких. В пещерах стоял невыносимый смог. Что изменилось с тех пор? Человечество технологически окрепло, и костров стало значительно больше. Они горят в двигателях автомобилей, тепловозов, теплоходов и самолетов, в топках тепловых и атомных станций, котельных и заводов. Букет вредных и ядовитых веществ в современных выхлопах стал значительно богаче в сравнении с первобытным костром. Благодаря наземному и воздушному транспорту мы дышим воздухом, пьем воду и употребляем в пищу продукты, в которых содержится без малого половина таблицы Менделеева. Оксиды азота, углероды и серы, альдегиды, бензопирен и сажа, ртуть, мышьяк, свинец и хлор, полициклические углеводороды и радиоактивные изотопы. Список этих страшных названий можно продолжать бесконечно. Именно этот воздушный коктейль мы получаем, когда идем в парк подышать свежим воздухом. Растущее количество автотранспорта превращает концентрации этих вредных веществ в смертельных. Не стоит забывать и об авиации. Каждый старт тяжелой ракеты и пролетом многомоторного самолета образует в озоновом слое дыру размером с европейскую страну. Транспорт до конца века способен убить в авариях и катастрофах более 150 миллионов человек, а более полутора миллиардов сделать инвалидами и калеками. Как избежать этих чудовищных жертв? Как сохранить планету зеленой, а не сделать ее пепельно-серой? Ездить на лошадях? Ходить пешком? Эй, Марти Макфлай, одолжи нам, ныне живущим на планете, 7 миллиардов аэродосок из своего прошлого будущего. На самом деле эффективный транспорт уже разработан ученым Анатолием Юницким. Этот гениальный инженер изобрел идеальный во всех смыслах транспорт под названием рельсовая небесная дорога. Более 30 лет и несколько сотен миллионов долларов уже инвестировано, чтобы проект Юницкого воплотился в жизнь. Что же представляет собой транспорт будущего? Представьте себе легкий поезд или спортивный автомобиль на стальных колесах, которые размещены на ажурных рельсах над землей. В рельсах натянуты струны с усилением в сотни тонн. Благодаря идеальной ровности пути и сверхаэродинамичности подвижного состава он способен развивать скорость до 500 км в час. Поездка обойдется вам в 7 раз дешевле, чем на обычном поезде. Безопасность будет в 2000 раз выше, чем в автомобильном транспорте. А на путешествие понадобится в 10 раз меньше электрической энергии или топлива. И это еще не все. Струнные рельсы крепятся на легких, но исключительно прочных опорах, что позволит спасти от уничтожения плодородный слой почвы, ныне занятые автомобильными и железными дорогами, на территории в 4 раза превышающей площадь Великобритании. Эта почва останется живой, она будет дышать, а зеленые растения на ней будут вырабатывать кислород, достаточный для дыхания миллиардов людей. Чтобы внедрить этот вид транспорта по всему миру, нужны соизмеримые средства с уже затраченными. Примерно столько же, сколько стоит сегодня пара-тройка футболистов или одна-две картины не самого известного художника-импрессиониста. И реализовать это возможно лишь при народном финансировании. Такой транспорт нужен в первую очередь именно нам с вами. И только мы сможем воплотить этот проект в реальность. Станьте с инвесторами народного транспорта будущего. Инвестируйте в будущее своей планеты. Узнайте больше по адресу www.rsvdefissystems.com Итак, друзья, я вижу, что вы комментируете данный ролик, кому это нужно, кому не нужно. То есть, что наши чиновники действительно. Причин, почему данный транспорт на сегодняшний день еще не внедрен. Ну, наверное, первое, его необычность, да, все-таки. Потому что те виды транспортных систем, которые мы с вами сегодня используем, автомобильный и водный транспорт. Кстати, водный транспорт самый древний, да, то, что люди еще использовали до нашей эры, перемещались между там странами и континентами, двигались по морям, океанам и рекам, да. Далее, потом у нас чуть позднее появился, значительно позднее, появились железные дороги, потом появился автомобиль и самолет, да. Вот. Четыре транспортные системы, которые мы с вами сегодня легко осваиваем. И чиновникам, и не только чиновникам, да, то есть людям, которые руководят какими-то процессами, им проще думать в той парадигме, в которой они находятся сегодня, да. Вот, а вдруг вот этот транспорт второго вывода, сейчас пока его построишь, а вот железная дорога, мы привыкли к этому, да. Поэтому давайте вваливать ежемесячные миллиарды рублей, точнее, ежегодные миллиарды рублей на поддержание работоспособности, скажем так, извините за выражение хреновых и кривых дорог, да. Вот. Давайте раз в два-три года будем их перекладывать, на это тратить сумасшедшее количество денег, чем один раз возвести вот данную путевую структуру, как заявляет Юницкий, она будет служить более ста лет. То есть сто лет можно ничего там не ремонтировать, не переделывать и так далее. То есть это действительно огромный плюс. Единственный минус, то что, скажем так, если вы к этой дороге имеете какое-то отношение, вам не дадут лишних денег, да, если она будет работать настолько надежно, на то, чтобы их можно было потратить нецелевым образом. Вот. Итак, в принципе ролик, который сейчас вы посмотрели, вот я смотрю, что люди спрашивают, можно ли скинуть ролик, я могу сказать следующее. На канале в YouTube компании Skyway Capital, да, компании RSV System, вот, на канале Юницкого, он есть тоже в YouTube, и вы можете найти данный ролик. Вот. Поэтому зайдите там, посмотрите, он длится, вы видели, четыре с небольших минут, и если он вам нужен для вашей работы дальнейшей, вы его можете скачать с YouTube. Существует целый ряд способов, как это просто сделать и без проблем. Вот таким вот образом. То, что налоги придумывают на что-то, ну, возможно, да, все, наверное, мы вспоминаем Чаполино сказку, где придумали налог на дождь, там, еще на что-нибудь и так далее. Но дело не в этом. Итак, друзья, сегодня мы находимся с вами на четвертом этапе развития технологий, вот, и именно на этом этапе было принято решение после того, как не стало полигона, после того, как было проведено большое количество переговоров с людьми мира бизнеса, у которых есть деньги на то, чтобы их дать на внедрение данной технологии, но эти люди размышляют, потому что тоже они, скажем так, мыслят в той парадигме, которая есть. Никого не хочу обидеть, огромное количество людей, которые имеют сегодня большое количество миллионов, да, к сожалению, получили их не сильно перенапрягаясь, но все равно они умные люди, потому что они использовали, скажем так, то правовое поле, которое было в нашей стране и сегодня владеют, ну, достаточно приличным, скажем так, денежным состоянием там и так далее. Есть те люди, которые добились успеха, там, стали миллионерами благодаря своему уму и тяжелому труду. Такие люди тоже есть, да, поэтому всех под одну гребенку грести не надо. Чиновники, вы знаете, мы живем в первую очередь государстве, я беру Российскую Федерацию, да, где чиновники ждут отмашки сверху, да, инициатива зачастую наказуема, вот, и опять же, что удобно, выделяемые средства из госбюджета на что бы то ни было связано с транспортом, использовать, ну, скажем так, денежные потоки двигаются в привычном русле, чем внедрять что-то новое. Вот, итак, 14, точнее, в 13-м году было принято решение интеллектуальной собственной Юницкого, да, которую всей, что он владел на тот момент, это было уже свыше 30 лет внедрение данной технологии, оценить, она была оценена независимыми европейскими компаниями, агентствами, у которых есть на этой лицензии, в сумму превышающую 400 миллиардов долларов США. И так как в мире существовало там буквально считанное количество стран, где можно было зарегистрировать компанию на основании интеллектуальной собственности, была выбрана Великобритания, ну, скажем так, наиболее, наверное, важной характеристикой данной страны, что вроде бы все в этой стране в плане бизнеса, там, инвестиций и многих вещей, находится в правовом поле, английское право, давно известное и так далее, и так далее. То есть компания была зарегистрирована в Великобритании, и было принято решение обратиться к тем, кому в первую очередь необходим данный транспорт, который вы сейчас видели в ролике, безопасный и высокоскоростной, и комфортный, да, и много чего еще каких преимуществ у него есть, то есть к нам с вами. И было предложено стать совладельцами данной технологии, приобретая сегодня какое-то количество долей компании из вот той интеллектуальной собственности, о которой мы говорили, там есть инвестиционный меморандум, выделенный, скажем так, определенный пакет, достаточно большой на то, чтобы реализовывать данную технологию посредством краудинвестинга, и что важно, все, что мы делаем на сегодня, это цель какая, да, еще раз продемонстрировать возможности технологий. Только сейчас речь уже идет о технологии не первого, там, второго поколения, как это было в подмосковном городе Озера, да, а речь идет о технологии струнного транспорта четвертого поколения. И вот денежные средства, которые мы сегодня привлекаем, они все идут непосредственно на реализацию технологии, на строительство эко-технопарка, это сегодня у нас так называется, который находится в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, это Пуховичский район, и там у нас идет строительство. Что хотелось бы сказать, на данном слайде вы видите, да, небольшой перечень, и гораздо больше структур, которые, скажем так, гремят на всю Россию, специалистами которых, и эксперты которых, да, давали свои экспертные оценки заключения на основании тех испытаний, отработанных методик на подмосковном городе, в подмосковном городе Озера, на полигоне, который был Анатолий Бородич Юницкого. Вы видите, наверное, знакомые названия, там, Густрой России, Министерство экономики и транспорта, Российская инженерная академия, Институт проблем транспорта, Российская академия наук и так далее, да. Про организацию ДН, мы с вами говорили в начале, было получено более 50 различных международных дипломов, точнее, более 40 международных дипломов и наград и более 50 различных патентов на те ноу-хау, которые Юницкий использует в своей технологии. Мало того, буквально в субботу Виктор Болборин сказал, что в сентябре наша компания будет принимать участие в крупном транспортном форуме, который будет проходить в Берлине, и перед этим тоже, скажем так, чем займутся специалисты нашей компании, тоже получат оформленные патенты на транспортные средства, которые будут демонстрироваться в Германии. Здесь есть перечень на данном слайде, да, преимущества данной технологии по сравнению с теми технологиями, о которых я уже говорил, которые мы с вами используем, там, авиация, вертолеты, самолеты, автомобильный транспорт со всей его инфраструктурой, да, железнодорожный транспорт, начиная, скажем так, от грузового транспорта, заканчивая пригородно-электрическим и высокоскоростным железнодорожным транспортом, вот, и данные преимущества, наверное, основные выделены, по каждому из них можно долго рассказывать, объяснять, сравнивать, приводить какую-то статистику, да, вот по той же безопасности и так далее. Все вы знаете, наверное, особенно те, кто часто посещает наши вебинары, что в мире ежегодно погибает порядка миллиона человек в автомобильных катастрофах, и то, что автомобильный транспорт стал намного опаснее, да, и больше причинил вреда людям, проживающим на планете Земля, чем автомат Калашникова, вот, за последний, там, какое-то количество лет. И вот, чтобы всего этого не случилось, Левницкий предлагает строить дороги второго уровня, развести транспортные потоки, людские потоки между собой, чтобы мы не пересекались, да, мало того, максимально автоматизировать транспорт, чтобы он был независим, да, от человеческого фактора, как-то зачастую происходит. Сколько аварий у нас на дорогах происходит, потому что засыпают водители, да, причем не потому, что они пьяницы все, нет, у нас есть, конечно, беда, то, что люди нетрезвые садятся за руль, а просто есть, как мы говорим, желание человека проехать больше, желание человека заработать больше, да, там, если дальнобойщики и так далее. Хотя вот эти люди, может быть, даже наиболее дисциплинированы в этом плане, они понимают, что их жизнь – это дорога, и в дороге нужно быть, скажем так, свежим и не ехать до тех пор, пока голова не разобьется оборанку твоего автомобиля. Но тем не менее, чтобы не было вот этих жертв, чтобы не было огромного количества людей, которых десятки больше остается после аварии, чем погибших, да, получивших различные травмы, увечья и так далее, вот, есть возможность изменить ситуацию в мире на дорогах, да, и спасти огромное количество человеческих жизней. Про экологию можно говорить долго, потому что данный транспорт является экологически чистым, вот. Землеотвод и так далее, и так далее. Как я вам говорил, инвестиции, первый наш проект, которые пришли посредством краудинвестинга, были в январе 2014-го года, то есть тогда появились первые инвесторы, которые поверили, которым нечего было показать, действительно люди, скажем так, как мы их называем, энтузиасты, шли на голой вере, увидели перспективу данной технологии и сделали свои первые инвестиции, причем разные, кто-то купил, скажем так, пакетов долей компании на небольшую сумму денег, кто-то на большую и так далее, это происходит и сегодня, то есть люди у нас инвестируют сегодня по тем возможностям, которые у них есть. 2014-й год еще можно отметить, наверное, ключевым моментом стал в 2014-м году открытие в мае месяце научно-производственного предприятия в городе Минске, в котором сегодня развилось более чем 20 конструкторских бюро, которые у нас находятся в Минске, в Минской области. Ключевым стал 2015-й год, потому что именно в 2015-м году, скажем так, прошло целый ряд событий, одним из самых важных было поначалу определение с участком местности, за которым было принято решение бороться, потом запуск как раз-таки в действие проекта компании Skyway Capital, это февраль месяц, далее были переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах и возможно будет продолжена работа над реализацией подобного проекта строительства экотехнопарка на территории Эмирата Абудаби, но опять же арабская сторона, она готова это делать, но заняла выжидательную позицию, то есть покажите, что вы сделаете в Беларуси и мы тогда дальше будем намечать дальнейшие шаги. Далее в июне месяце состоялся таки аукцион, касаемый земли и было принято, что участок земли почти 36 гектар был закреплен за предприятием, называемым струнной технологией, которым руководит генеральный директор и он же генеральный конструктор технологии Анатолий Довардович Юницкий. В июле месяце, скажем так, закончилась реструктуризация группы компании Skyway и в конце июля начались, скажем, первые строительные и изыскательные работы сначала на территории Экотехнопарка, субботник прошел, а с августа месяца началось серьезное строительство, которое продолжается по сегодняшний день и, как сказал в субботу Виктор Бабылин, сегодня должны приступить к крытию котлованов под анкер, ну и потом промежуточные опоры грузовой трассы. Но мы сейчас к этому с вами подойдем. Далее, осенью прошлого года, в 15-м году еще, был получен код, международный инвестиционный код ценной бумаги, так называемый Айсин. Это процедура, которую проходят все компании, акции которых котируются сегодня на различных крупных международных биржах. Также в сентябре был первый приезд австралийской делегации, которая в июне месяце, скажем так, рассмотрела документы по технологии Юницкого. В сентябре приехали посмотреть лично, познакомиться с генеральным конструктором, посмотреть, что было сделано на тот момент. После переговоров, которые были в сентябре, Рот Хук, человек, который, как говорит Виктор Бабурин, примерно на уровне министра транспорта Австралии, за свою жизнь реализовал целый ряд крупных инфраструктурных проектов, там на миллиарды долларов США. Он принял решение всемирно содействовать развитию данной технологии на территории австралийского континента. В чем мы, в принципе, в последнее время убедились, потому что за последние буквально два месяца и большое количество публикаций в австралийской прессе и обсуждение, скажем так, на уровне муниципалитетов и принятие решения строительства дороги небольшой пока на территории университета Флиберс, на территории этого все будет происходить в Австралии. То есть это вот буквально информация последних месяца полтора. Мало того, как я говорил, на прошлой неделе австралийская делегация уже не только, скажем так, Родхук, который возглавляет свою компанию, но еще специалисты инжиниринговой компании, два человека приехали посмотреть, что из себя представляют технологии. Они вот находились несколько дней у нас на территории Республики Беларусь. 2015 год, чтобы еще хотелось отметить, осень, захватка нулевого километра трассы Skyway в Минской области, вы видите здесь на данном слайде. Также осенью группа компаний Skyway, струнные технологии предприятия, принимала участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь», то есть там порядка 20, наверное, проектов получили денежную поддержку. Тендер составил, по-моему, 5 миллионов евро. Эта сумма была разбита между вот такими проектами, и одним из них был проект предприятия струнной технологии Пуховичского райисполкома. И что еще важно произошло у нас в 2015 году, то что в конце ноября было принято решение начать движение по привлечению инвестиций еще и посредством пакетов, которые можно приобретать в рассрочку. То есть если раньше нас люди сразу оплачивали какие-то пакеты долей компании, разные, то есть, как я вам говорил, стоимость может быть абсолютно разной, то с конца ноября 2015 года люди, скажем так, получили доступ к пакетам, в которых они могут ежемесячно вносить различные суммы денег, причем не очень большие, есть пакеты небольшие, да. И в итоге по окончании рассрочки, она у нас есть там на 6, на 10, на 9 месяцев, получать на выходе серьезный пакет долей компании, предприятия, группы компании SkyWay. Вот это все произошло в 2015 году. Далее, в принципе, приобретение пакетов акций в рассрочку показало тоже свою эффективность и все больше и больше людей у нас сегодня приобретают эти пакеты. И плюс здесь еще какой, помимо того, что людям это удобно, это удобно руководству нашей компанией, специалистам нашей компании, да, то есть финансовому отделу, потому что видно наперед, какое количество денег нам придет в следующем месяце. Примерно можно ориентироваться в 100% вероятности, что эти деньги будут. Это большой-большой плюс. Далее, 16-й год. Я вам рассказывал про то, что был госсовет в 2009 году, где президент Медведев сказал, найдете деньги, пожалуйста, развивайте свою технологию. Так вот, в начале 16-го года Анатолий Дарович Юницкий написал письмо Медведеву, он сейчас, вы знаете, премьер Российской Федерации, и сказал, что спасибо вам огромное за то, что вы обратили внимание на наш проект, на нашу технологию в 2009 году. И тот вопрос, который вы задали главный, финансирование проекта, да, вот мы, в принципе, на сегодня нашли ответ на этот вопрос. Поэтому, если вам интересно данное направление, приглашаем вас осенью этого года приехать в Республику Беларусь и своими глазами увидеть, что мы будем реализовывать, к чему мы сегодня пришли. Дальше информация, точнее, скажем так, наш проект получил развитие в направлении того, чтобы было получено признание Министерства транспорта Российской Федерации. Один из замминистров, скажем так, является приверженцем технологии, он давно знает Анатолий Дарович Юницкого. И благодаря его деятельности, благодаря тому, что Анатолий Дарович обратился к тому же Медведеву, да, да и технология, скажем так, она стала о себе заявлять, пошли слухи, что там что-то в Беларуси развивается, какой-то там струнный транспорт очередной, там и так далее, и так далее. Был приглашен Анатолий Дарович Юницкий в Министерство транспорта, сделал презентацию, он приезжал туда не один раз. И вот экспертный совет 11 февраля 2016 года дал следующее заключение, что признать технологию струнного транспорта, технологию Юницкого инновационной. То есть по большому счету это действительно огромный плюс в нашу копилку, потому что за два года привлечения инвестиций в наш проект мы часто слышали от людей, от разных людей причем, да, от тех, которые живут по слухам и таких большинство, да, от тех, которые, скажем так, занимаются малым бизнесом, которые думают, что вот заниматься, скажем, привлечением инвестиций и при этом иметь многоуровень маркетинга, это, скажем, можно только, скажем, в компании, где есть там расхожие продукты и так далее, и так далее. И особенно от людей, которые занимаются, ну, скажем так, хайповскими проектами, сами принимают участие в финансовых пирамидах, мы часто слышали, вот пирамида, непонятно с чем, как вы реализуете это и так далее. Друзья, министерство, ну, при всех раскладах, да, при всех, скажем так, минусах может быть, там, чиновничество либо чего-то еще, но никто, наверное, в трезвом рассудке из экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации не будет признавать непонятно что инновационной технологии. То есть для нас это важный аспект, важный момент в развитии нашего проекта. Мало того, в марте месяце было получено, скажем так, развитие, потому что тот же экспертный совет дал следующее заключение, что технологию Юницкого признать перспективной. Единственное, скажем так, ну, оговорка не оговорка, но Министерство транспорта Российской Федерации согласилось со всем тем, что транспорт имеет место быть и может жить, но они ждут демонстрации вот как раз-таки в конце 2016 года все-таки, что он из себя будет представлять на территории нашего экотехнопарка. Но это уже все равно большой плюс развития нашей технологии. Событие, которое случится с нами в этом году, и, скажем так, специалисты как раз-таки из Германии, иская инновационные технологии, сами обратились к специалистам компании струнной технологии в Минске, то есть это, который тоже входит в наш холдинг, пригласили Анатолия Довальдовича с технологии принять участие в международном транспортном форуме, который проходит уже, скажем так, более 10 лет, и он является крупным форумом, да, в этом направлении. Там принимают участие более 2,5 тысяч компаний, принять участие с нашей технологии в форуме на Трансберлине с 20 по 23 сентября. Руководством нашей компании было принято решение продемонстрировать на данном форуме действующую модель, две модели будут, да, транспортных средств, которые прямо оттуда, с Берлина поедут на территорию экотехнопарка, и в октябре месяце, когда планируется провести еще одно крупное мероприятие, да, наравне с тем, что у нас прошло с 23 по 24 апреля, в Республике Беларусь состоялся экофестиваль, называется так, вот, было более 700 наших партнеров, там, более двух десятков стран, да, откуда они приехали, а осенью планируется где-то минимум в три раза большее количество людей, которые посетят территорию экотехнопарка, но мало того, на территории экотехнопарка, как заявляет Анатолий Дорчуницкий, будет уже демонстрация действующей системы, и буквально еще на следующем слайде о планах мы поговорим. На данных двух слайдах вы видите просто, скажем так, небольшое количество выдержки, да, о том, что за последние буквально два месяца, два с небольшим, большое количество материала было размещено и в интернет-изданиях, и в обычных изданиях, в печатном виде, да, о технологии Skyway, вот, о технологии, разработанные низким, о том, что технология Skyway признана в России, о том, что Россия и Беларусь объединились в том, чтобы инновационный транспорт вошел в нашу с вами жизнь. Причем, как я говорил, большое количество информации было дано в той же Австралии, да, вот вы видите здесь, сайт университета Флиндерс, на территории которого планируется построить 500-метровый участок, да, демонстрационный, трасса Skyway, вот, но о технологии Skyway говорилось и на радио, кстати, на радио Эхо Москвы в том числе, и был запущен опрос, ну, тех, кто слушает, да, радио, что такое технология Юницкого, все-таки это непонятно, что, да, или это все-таки имеет место быть, и это реальная технология, которую надо развивать. Так вот, соотношение 60% к 40% в пользу реализации данной технологии. И это голосовали просто люди, которые слушают это радио. На телевидении в Австралии шел разговор о технологии Skyway, и Род Хук представлял технологию, объяснял ее преимущества, то есть о нас все больше и больше говорят, это тоже очень важно. И вот с 16-й год, что планируется сделать, октябрь месяц, это демонстрация городской транспортной системы, да, на весном и подвесном виде, вот, далее, параллельно сейчас строится, будет возведена легкая трасса, так называемые юнибайки, вот. Также, как заявлял Виктор Бабурин, сегодня должны переступить к реке Котлованов и возведение грузовой трассы Skyway, возможно, там к концу 16-го, начале 17-го года будет продемонстрировано грузовой транспорт. И далее уже будут работы вестись касательно высокоскоростного Skyway, 15-километрового участка, с целью демонстрации, что из себя представляет высокоскоростной транспорт, разработанный в Юницке. Вот. Это то, что планируется в 16-м году. Как я сказал, важные мероприятия уже прошли, это экофестиваль, и вот сейчас приезд австралийской делегации, и мы где-то имеем твердую уверенность, скажем так, и заручились поддержкой австралийских партнеров, то, что на территории Австралии очень серьезно к этому относятся целый ряд людей и компаний, и все идет к реализации нашего проекта на территории Австралии. Кстати, сразу, чтобы предварить, наверное, вопрос, а где еще мы будем строить и так далее, и так далее, Виктор Бабурин сказал очень важную вещь, то, что адресный проект, да, вот, Ротхук, это человек, который занимался реализацией на практике целого ряда, скажем так, транспортных проектов, недвижимости и так далее. И он знает, что это такое, потому что люди сразу начинают задать вопрос, о, адресный проект, когда будем строить. Вы знаете, да, для того, чтобы построить где-то, нужно согласовать и техническую документацию, скажем так, и стандарты какие-то, потому что на территории Австралии, например, система стандартизации может отличаться чем-то от той же Беларуси, либо России. То есть все это нужно свести воедино, все это нужно предоставить в том виде, который, скажем так, принимается в той стране и уже дальше начинать движение к строительству и так далее. В принципе, то, что я хотел сказать касаемо технологий, наверное, я сказал, потому что действительно о технологии можно рассказывать долго и много. О ней рассказывают по средам Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков, да, то есть о том, что было проделано, потому что Сибиряков, например, Юницкого знает уже там с начала 2000-х годов, по большому счету, да, с конца 90-х, давно вместе с ним в проекте работает на территориализации этой технологии, и он много видел своими глазами. Все этапы, о которых вот я кратко рассказал, он может вам в красках рассказывать тоже, я думаю, сутками, да, о том, что было сделано. Далее о технологии подробно рассказывает Александр Манко. На своих семейных встречах по воскресеньям и по понедельникам, кстати, и сегодня был вебинар его дневной, и вечером тоже будет. Вот таким вот образом. По поводу Ирландии и прочих других мест, опять же, я сторонник того, чтобы говорить, ну, наверное, конкретные вещи, которые нам спускает руководство с Минска, да, то есть вот то, что есть. Можно предположить еще целый ряд стран, дай бог мы с вами в ближайшее время, может быть, услышим об Ирландии. Теперь компания Skyway Capital, да, то есть Skyway Capital, как я уже говорил, это компания, которая создана для привлечения инвестиций. Ее основная задача – это работа с партнерами компании, информирование о том, что есть данная возможность, привлечение денежных средств и при этом еще есть такая функция, которая, ну, может, наверное, отнести к вознаграждению наших партнеров, потому что у нас есть партнерская программа, позволяющая людям зарабатывать сегодня, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway из технологии, разработанной инвестиций на транспортный рынок и не дожидаясь того момента, когда мы выйдем на рынок инвестиций, и вы дальше уже сможете работать с теми пакетами долей компании, думать, что с ними делать, да, ждать дивидендов, ждать, когда они поднимутся в цене. Предполагаемая стоимость одной отдельной взятой акции, нами, к 2017 году, да, это 1 доллар США. Сегодня можно приобретать эти доли компании, где одна акция стоит там либо несколько центов, либо несколько десятых центов. То есть уровень доходности минимальный сегодня 30 с небольшим и до 350 раз. Вот что мы имеем сегодня. Компания, как я вам сказал, начала свою деятельность в феврале, 24 февраля состоялась первая презентация в 2015 году. У нас и миссия своя есть, и задачи. То есть основная цель – это привлечь необходимый объем инвестиций. И те, кто внимательно следит за новостями, за развитие технологий, то есть посчитано, что сегодня нужна сумма, да, порядка 240 миллионов долларов США для реализации нашего проекта. Если когда-то заявлялось поначалу около от 300 до 500, то, скажем так, сейчас уже более тщательно просчитано с теми возможностями наверняка, да, с той информацией, где можно размещать какие-то заказы на производство необходимых узлов, агрегатов, комплектующих для того, чтобы нам строить эти дороги. То есть сумма порядка 240 миллионов долларов США. Система привлечения инвестиций у нас осталась такой же, как и в компании РСВ поначалу, это краудинвестинг. То есть привлечение денежных средств от физических лиц, которые готовы сегодня инвестировать в эту технологию, готовы, скажем так, с точки зрения кредитовать нас на сегодня, да, в дальнейшем иметь серьезный доход на те деньги, которые они сегодня вкладывают в наш проект. И результат, конечно, это внедрение и использование данной технологии. Задачи, которые поставила перед собой в начале своей деятельности компания Skyway Capital, это привлечение максимального объема инвестиций, максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования. Потому что сегодня инвестировать в наш проект люди могут, скажем так, вот стоимостью менее 1000 рублей, у нас стоит пакет, да, на выходе вы можете получить порядка 500 акций нашей компании, мы впереди с вами об этом поговорим. Вот. И никому здесь не накидывается петля на шею, вы сами определяетесь, насколько вы готовы это инвестировать, никто вас не может заставить, скажем так, уложить денежные средства, не разобравшись в информации. То есть, все вы вправе делать сами. Для нас еще задачи важны какие? Создать вам благоприятные условия, чтобы у нас работал сервис, как надо, чтобы вы могли, скажем так, протерев глаза, проснувшись, не одеваясь, войти в интернет, разобраться с информацией, выбрать себе пакет, купить его, скажем, и стать совладельцем данной технологии. И, как заявляет Юницкий, в ближайшее время крупнейшей транспортной компанией. Потому что, скажем так, тот сектор, который отводится в мире транспортных технологий для Skyway в будущем, это порядка 30-50% от всего транспортного рынка. Вы можете сейчас, ну, суммы, там, если я назову триллионы долларов, она вам ничего не скажет, да, но это миллиарды долларов, которые крутятся в данной отрасли. А вот для того, чтобы понять, что такое миллиард, ну, скажу вам следующее. Если вы каждый день будете просыпаться утром, и у вас на тумбочке будет лежать 10 тысяч долларов, которые вам нужно в течение дня потратить, так вот, чтобы потратить сумму миллиард долларов, вам понадобится порядка 280 лет вашей жизни, чтобы потратить каждый день по 10 тысяч долларов, да, чтобы вы потратили миллиард. Поэтому вот многие миллиарды, там, либо триллион, да, долларов, это, скажем так, тысячи миллиардов и так далее, можете себе представить, что это за деньги. Конечно же, наша задача предоставить вам максимальную информацию, скажем так, помогать вам в развитии нашего проекта, скажем так, касаемо того, чтобы вы разобрались информацией, именно для этого у нас существует отдел информационной поддержки в Москве, где работает более 10 специалистов, которые могут в режиме реального времени с 10 утра до 19 по Москве отвечать на вопросы, что из себя представляет компания, что это за компания, кто ее руководит, давать вам ответы по технологии, да, в тех рамках, которые, скажем так, владеют специалисты технической поддержки, отдел информационной поддержки. Вы понимаете, что далеко не все заканчивали институты, где там давался сопромат, там физика и так далее, есть гуманитария и прочее, поэтому для тех, кто хочет более подробно разобраться в технологии, я всегда рекомендую заглянуть на сайт Лениска, там большое-большое количество материалов, с формулами, с выкладками, вот, с математическими выкладками там и так далее, да, то есть все это вы можете найти. Сам проект, если его, опять же, условно разбить, реализацию окончательно, тоже можно на 4 этапа условно разделить, сегодня важно своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа, всего этих этапов 15, период времени с 2014 по 2017 год, есть бизнес-план, по которому мы двигаемся, на каждом этапе есть определенный перечень работ, да, кстати, у нас недавно на прошлой неделе была рассылка по новостям, что необходимо проделать на седьмом этапе, если вы зайдете в личный кабинет партнера компании Skyway Capital и кликните на лендинге партнера, да, там вы найдете описание седьмого этапа, что нам нужно сделать, то есть, одна из важных задач сегодня, самая важная, это строительство экотехнопарка, на территории которого все и будет происходить, сегодня это еще называется международный центр демонстрации сертификации Skyway. Далее уже будут реализации адресных проектов и получения прибыли, либо в виде продажи пакетов акций, как я вам сказал, либо дивидендов от каждого построенного километра дорог. То есть, опять же, если подытожить немножко, компания Skyway Capital зарегистрирована в Великобритании, инвестором сегодня может стать практически человек, проживающий в любой точке земного шара. Важно отметить следующее, что если вы инвестируете свои денежные средства в компанию Skyway Capital, вы становитесь совладельцами технологий, потому что в конце каждого месяца информацию о своих инвесторах передается из компании Skyway Capital в реестр, независимый реестр держателя, и вас записывают в этот реестр, и вы становитесь владельцами тех долей компании, которые прописываются в реестре. Как я уже говорил, реализована круглосуточная информационная поддержка и капитализация ваших денежных средств сегодня порядка 5000% и выше за ближайшие 3-5 лет. То есть у вас есть возможность став инвестором и партнером нашего проекта в дальнейшем либо получать прибыль от каждого километра дорог, а сегодня еще любой из вас может благодаря партнерской программе, тому предложению, которое есть у компании Skyway Capital, создать себе источник дохода. Возможно у вас есть источник дохода, возможно вы занимаетесь бизнесом, либо работаете где-то, может быть вы пенсионер, либо студент и вы не прочь заработать денег. Не важно в каком сегодня социальном статусе, сколько вам лет и где вы проживаете, вы можете создать сегодня свой собственный бизнес благодаря партнерской программе компании Skyway Capital. О ней мы подробно рассказываем по вторникам и пятницам. И завтра в 17.30, во вторник, а в пятницу в 13 часов состоятся вебинары по теме партнерской программы. Здесь у нас на слайде перечислены ее основные преимущества. Даже инвестировая незначительную сумму 15 долларов, вы можете построить серьезный бизнес, вы можете значительно увеличить портфель инвестиций в нашем проекте, достаточно высокий процент выплат от тех инвестиций, которые привлекаете вы и ваша команда, большая глубина, с которой вы можете получать партнерское вознаграждение до 24 уровня, в зависимости от вашей квалификации. И количество людей, которых вы можете пригласить за собой, оно не ограничено. То есть все бы, кто за вами не пришли, с первого поколения у нас максимальная выплата, то есть вы можете получать очень серьезный источник дохода сегодня и зарабатывать деньги, реализовывать те цели и мечты, которые у вас есть, помимо технологии Skyway. Потому что я приверженец того, что основной, конечно, человек, кто хочет тому, чья это идея, чьи это детище, это Анатолий Дородович Емитский. И в рамках его цели большой, вы можете прийти к реализации тех целей, которые есть у вас. Они тоже могут быть большие, касаемо вас. Это реализация чего-то, что вы очень сильно хотите в своей жизни реализовать. Помочь своим родным и близким, я не знаю, в своей семье, в каком-то окружении, не знаю, в вашем городе и так далее. У каждого, скажем так, свои взгляды на жизнь, каждый стремится к чему-то своему. У нас есть замечательный инструмент, это партнерская программа. У вас есть замечательная возможность принять в ней участие. Причем для этого не нужно иметь семь-пядей во лбу, не нужно иметь инженерное образование, если у вас его нет. Не нужно иметь, скажем так, образование инвестора, экономиста и так далее, потому что у нас проводится целый ряд мероприятий, где вы можете расширить свой кругозор в этом направлении. Информацию касаемо технологии, чтобы понять, что она из себя представляет, вы можете прочитать и послушать про нее на вебинарах. И, в принципе, если будете посещать крупные мероприятия, конференции нашей компании, услышите информацию непосредственно даже от Анатолида Рачевницкого. Иногда, кстати, у нас проходят мероприятия, сейчас он занят с утра до вечера, потому что, вы знаете, нужно проделать огромный объем работы, больше, чем сделан до сегодняшнего дня, но в более сжатые сроки. Вот та же выставка «Инотранс» нужно предоставить, будет привезти в Берлин действующие модели, не модели даже, а действующие, скажем так, модели, точнее, в масштабе один к одному, действующие Юнинус. Вот над этим сейчас трудится в первую очередь Анатолида Рачевницкий. На данном слайде вы сейчас можете видеть те пакеты долей компании, которые у нас действуют с седьмого этапа. На седьмой этап развития технологий мы перешли с 9 июня 2016 года, то есть совсем недавно. Итак, минимальный пакет, как я вам говорил, стоит 975 рублей, там 975 тысяч, иногда меньше, в зависимости от плавающего курса доллара, вот, и уровень доходности на пакете составляет 36 раз. То есть ваши деньги, которые вы сегодня можете проинвестировать к 17 году, как мы предполагаем, могут вырасти в 36 раз. Столбик, который показывает дисконт, либо уровень доходности, это третий. То есть чем больше, скажем так, пакет, чем больше инвестиций вы делаете в наш проект, тем больше уровень доходности вы получаете на выходе. То есть если вы приобретаете пакет, например, стоимостью 200 долларов, соответственно, эти деньги множатся в 100 раз, потому что на выходе будет 20 тысяч акций, да, и к 17 году мы предполагаем, как я говорил, одна акция будет стоить 1 доллар США. Далее по мере реализации технологий, по мере ее использования, по мере, опять же, образования вот таких же адресных проектов, как в Австралии, да, стоимость акций будет расти, потому что технология переходит в категорию тех, которые используются людьми. Далее у нас есть пакеты, которые можно отнести, наверное, к акционам, да, то есть вы можете купить либо разовые пакеты стоимостью от 1000 долларов, например, и более, да. Это пакет, например, Inotrans, у нас недавно был пакет юбилейный, то есть если вы 4 месяца подряд готовы платить по 1000 долларов США, то на выходе у вас будет более миллиона акций компании Skyway Capital, да, вы можете приобретать пакеты, которые стоят там 5000 долларов, 10000 долларов, вплоть до 50000 долларов, опять же, данные пакеты появились у нас не случайно, потому что активно в последнее время ведется работа на рынках Европы, Восточной Европы, Западной Европы, Центральной Европы, да, и там люди готовы инвестировать такие суммы денег. Вот, мы никого не хотим обидеть на территории СМД, хотя у нас здесь тоже есть большое количество людей, которые инвестируют такие денежные средства, да, почему, потому что им выгодно. 4000 долларов, например, на пакете Inotrans превратятся в миллион, вот вам разница, то есть фактически средний уровень доходности 250, да, вот по этому пакету, даже немножко больше. Далее, у нас есть возможность приобретать пакеты акций в рассрочку, то, что я вам говорил, есть рассрочка с небольшой инвестицией ежемесячной, 25 долларов на протяжении 10 месяцев, вы на выходе получите 26 250 акций. Есть возможность, если вы готовы инвестировать 200 долларов, да, на протяжении 9 месяцев, готовы оплачивать эту сумму, на выходе вы получите 405 тысяч акций. Мало того, если вы еще будете использовать активное движение по нашей партнерской программе, и в течение месяца, например, да, вот открыв себе такую рассрочку, привлечете трех новых партнеров, которые купят хотя бы от 25 долларов пакеты, вам еще дополнительно будет начислено вот то количество акций, которые вы сейчас видите на нашем слайде. От 9 тысяч акций до 144, да, вот здесь я просто, может быть, неудачно сейчас показал, но тем не менее, это дополнительный бонус к тем акциям, которые вы видите вверху. И есть пакеты в рассрочку от 500 долларов до 5000 долларов в месяц, опять же, для людей, у которых средний уровень достатка достаточно высок. Для развития партнерской программы в компании Skyway Capital существует целый ряд инструментов, которые так можно найти в разделе инструменты партнера нашего личного кабинета. То есть это план вознаграждения, который разъясняется подробно, что, откуда вы получите, если вы получите определенные условия. Это реферальные ссылки, которые являются вашими инструментами. Как раз-таки благодаря этим ссылкам у вас и появляются реферальные партнеры. И за товарооборот, который они делают, вы получаете свое вознаграждение. Для людей, у которых есть свои собственные сайты, блоги, интернет-страницы, страницы в каких-то социальных сетях, которые позволяют отображать HTML-коды, у нас есть баннеры. Их порядка 60 видов. Вы можете выбрать удобный размер, удобный вид, тот вид, который вам понравился, баннер, разместить в то поле, которое захотели разместить на своей интернет-странице. Этот баннер 24 часа в сутки будет привлекать людей. Если по нему кто-то кликает и переходит на наши интернет-ресурсы, к баннеру прикреплена реферальная ссылка. Соответственно, это потенциальные ваши партнеры. Если они потом нажмут на кнопку регистрации после ознакомления с информацией, таким образом, это ваши реферальные партнеры первого поколения. Раздел новостей внутри личного кабинета тоже можно отнести к инструментам. Потому что каждой новости, которую вы можете разместить в соцсетях, вот у нас есть пять кнопок, если вы там зарегистрированы, нажимаете, пишете комментарии, о чем идет речь, новость размещается на вашей странице. Те, кто на эту страницу заходит, ваши друзья там в группах, люди получат информацию, что вы разместили вот такую-то информацию о технологии SkyWay. Если кто-то по этой информации ознакомится с ней, перейдет на страницы наших интернет-ресурсов и также зарегистрируется, это тоже ваш реферальный партнер. Далее, у нас есть такие инструменты, как вот подобная презентация, которая проходит, она у нас бывает по понедельникам и четвергам. Далее, живые презентации, расписание которых вы можете найти на главной странице нашего сайта SkyWay Capital в разделе региональные лидеры, там можно нажать и есть ссылочка интерактивная, по которой вы можете нажать и посмотреть, в каких городах у нас, по каким числам проходит презентация, ну например в июне. В июле месяце будет следующее расписание выложено. Далее, это большая череда обучающих мероприятий, которые проводят лидеры наших структур, причем это проходит сегодня уже на целом ряде языков. У нас есть и французский язык, и словацкий, и чешский, и венгерский. И в следующем месяце, я знаю, на немецком будут уже проходить мероприятия. Мало того, у нас, многие люди давно ждали, уже страницы нашего сайта и личного кабинета дополняются все больше новыми языками, сегодня, если я не ошибаюсь, их там уже четыре. Это английский, немецкий, литовский, русский, да, и в ближайшее время появятся еще языки. Расписание вебинаров, которые у нас проходят каждый день, вы можете найти в разделе события в личном кабинете и посмотреть, кто проводит, в какое время, кликнув на данное мероприятие, вы просто можете найти ссылку, которую копируете, вставляете в браузер и можете посещать данное мероприятие. Есть возможность обращения в службу технической поддержки, которая находится на нашем сайте. Либо на странице сайта, либо в личном кабинете, то есть не бойтесь задавать вопросы. У нас работают классные ребята и девушки, да, они ответят на ваши вопросы. Если что-то будет такое тяжелое, на что они ответить не смогут, там оформляется заявка, и уже специалисты отделов, в которые заявка поступила, решают ту ситуацию, которая возникает. В целом, действительно, это отличная возможность сегодня принять участие в инвестиционно-инновационном проекте, которым является проект компании Skyway Capital. Те, кто знаком с финансовой грамотностью, да, они знают, что инвестировать сегодня можно в разные направления, но, как правило, большинство инвестиций, которые необходимо делать, там, например, недвижимость, да, там, фонды вырынок и так далее, нужно обладать довольно приличной суммой денег, да, там, например, пару десятки тысяч долларов, либо сотни тысяч долларов, для того, чтобы двигаться в то направление. Здесь все, я считаю, намного проще. То есть, как я вам говорил, вы можете начать с минимума хоть 15 долларов, хотя, конечно, заглядывая наперед, вы понимаете, если вы приобретаете пакеты акций, в которых хотя бы где-то 100 тысяч акций, это превратится в 100 тысяч долларов США. Но выше это еще больше. Либо вы можете действительно приобрести для начала небольшой пакет, но активно начать двигаться по партнерской программе. А у нас одно из преимуществ партнерской программы то, что вам начисление идет на бонусный счет, вы можете эти деньги выводить, да, и еще у нас есть акционный счет, который можно отнести к подарку, который делает компания до сих пор. Единственное, с седьмого этапа начисления денежных средств на акционный счет, а их вы можете только реализовать на приобретение пакетов акций и стандартного, скажем так, списка наших пакетов, то, что я вам показывал от 15 долларов до 150 тысяч долларов, да, тем самым вы можете этот акционный счет использовать на то, чтобы покупать все-таки эти пакеты акций и портфель ваших инвестиций может расти. Даже если вы не будете тракивать, как мы говорим, живых денег, принимать участие в каких-то акциях, промо-акциях, которые у нас бывают выгодных, да, где выгодный низком предлагается, если вы там готовы уложить какую-то более крупную сумму денег. Итак, что вы будете делать с этой информацией, если вы сегодня являетесь новичками, в принципе, это ваше дело, да. Если вы увидели что-то, с чем вам интересно было бы разобраться, я всегда рекомендую, разберитесь. Задайте вопросы тем, кто вас пригласил, задайте вопросы в службу технической поддержки нашей компании на сайте, я вам показывал эти окошки, у нас есть как в личном кабинете, так и на странице сайта. Вы можете из личного кабинета позвонить, если только зарегистрировались, прямо с сайта в наш отдел информационной поддержки, задать вопросы, которые у вас есть. То есть это ваше право, да, принять участие в нашем проекте и в итоге получить не только финансовое удовлетворение, да, в виде, скажем, тех денег, которые вы можете у нас здесь заработать, но еще моральное, духовное, приложить физические усилия, сделать этот мир лучше. То есть вместе, скажем, с тем большим количеством инвесторов, а сегодня уже не одна сотня тысяч людей, двигаются вместе со SkyWay, да, в ногу, вот, и вы можете стать частью нашей команды, добиться успеха, даже если вы вчера еще, скажем так, не знали там, как работать в партнерских программах и так далее, вы можете этому научиться, потому что сложного, наверное, ничего нет. Я не могу сказать, что это легко, это не легко. Мы даем информацию людям, мы слышим разные об этом мнения и так далее. Хотя, если посмотреть на это, немножко подняться выше, да, мы каждый день кому-то что-то рекомендуем. Нам большое количество людей говорят нет на то, что мы предлагаем. Не важно, чем бы мы занимались, да. Самое частое, кто нам говорит нет, это люди, которые нас окружают, которых мы больше всего любим. Это могут быть наши родители, наши, скажем так, семьи, родные, близкие, дети и так далее. Это происходит каждый день. Поэтому слова нет, оно не такое плохое, как кажется поначалу. Вот. Вы видите координаты нашей компании в Москве. Здание. Рядом с нами находится гостиница «Ибис», да, у них другое строение два, у нас строение один. От метро «Повелецкая», от метро «Серпуховская» мы находимся там где-то в 7 минутах ходьбы. Поэтому, если вам интересно посмотреть на нас живых, что мы такие есть, вы можете прийти к нам в офис, но предварительно позвонив по этому телефону, пообщавшись со своим менеджером в Москве и сказав, что в такое-то время вы хотите быть здесь, да, потому что мы, у нас нет экскурсовода, который просто стоит на дверях и ждет, когда придут инвесторы. Все занимаются делом, все работают над тем, чтобы технология была реализована. Вот. Теперь, если есть у вас какие-то вопросы, давайте мы сейчас попробуем их разобрать и ответить. Вы знаете, что касаемо США, пока, к сожалению, да, вот у меня положительной информации нет, то, что граждане США могут это делать. Но, возможно, в ближайшее время все решится. По поводу исчезнет доллар или нет, вы знаете, ну, много об этом говорят. Я не являюсь специалистами, скажем так. Я, например, не Дональд Трамп, да, я даже не Роберт Киосаки, не Бода Шефер, я даже не Алексей Кудрин, да, который там может говорить, что доллар исчезнет или не исчезнет. То есть, в принципе, не считаю себя большим специалистом в этом направлении, потому что доллар был, пока он остается, США сами его печатают, да. Огромное количество стран, которые, скажем так, на нем висят, и денежную массу, которую они могут напечатать у себя в стране, четко зависит от федеральной резервной системы США, которая этот доллар и придумала. Поэтому умрет он или не умрет, ну, давайте подождем, да, то есть, но не в плане того, что мы сейчас с вами сядем и будем ждать, колдовать, кидать кости, да, там, или ходить, разбрасывать карты Таро, когда это случится. Неблагодарное это дело. В последнее время огромное количество экспертов делали свои предположения, что будет там, например, с Россией, там, с какой-то другой страной, да, вот нефть падает, вот она вот сейчас 30, вот-вот она станет 20, и она вот-вот будет 10, да, они-то говорили, ну, наверное, месяца 4 назад. Почему-то, блин, вот эти эксперты, они высокоуважаемые, там, и так далее, и так далее, и так далее, но как-то нет, повернулось к 50. Возможно, она снова будет падать, да, но то есть уже прогнозы людей, которые за это получают много-много денег и считают себя грамотными в этом направлении, они не сбылись. Поэтому предполагать, что там, когда там рубль-доллар задушит, либо доллар, наоборот, всех сожрет, давайте не будем, у нас есть чем заниматься, и нам, в принципе, с вами не важно, да, какая валюта будет доминировать на тот момент, когда мы, скажем так, с технологией выйдем на мировой рынок, потому что мы будем строить в тех странах, где данная технология будет востребована. В большинстве стран там есть какая-то своя валюта, соответственно, скажем так, та денежная масса будет использована нами для того, чтобы все это там строилось. Вот таким вот образом. По поводу Невастовского вулкана, опять же, есть предположение, что он взорвется, а есть нет. Вот, а если он в течение тысячи лет не взорвется, да, хотя вот люди все ждут, что вот он сейчас должен разразиться. Опять же, если Елостоновский взорвется, да, где гарантия того, что другие не взорвутся, которые есть там в Юго-Восточной Азии, на Камчатке, там, в Исландии, да, полно этих вулканов и так далее. Давайте будем смотреть на вещи немножко проще и в направлении того, что может положительно в вашей жизни произойти. Вот на это, скажем так, то, на что вы можете повлиять, вы можете сегодня направлять свои усилия. Вы можете повлиять на Елоустон каким-то образом? Думаю, нет. Да? Даже если сядете сейчас там, скажем так, соберете все огнетушители мира и будете заливать этот кратер, скажем так, потухшего вулкана. Так что тут у нас еще папочка, ролик, Ирландия. Ну, вы знаете, по поводу, скажем так, первой дороги в Австралии, ну, я тоже не могу предположить, какая там может быть прибыль, хотя проект тоже коммерческий. И как бы Виктор Бабурин на презентации, на вебинаре, точнее, который был в субботу, сказал, что если все сложится, как мы планируем, там, в семнадцатом году построим, например, там, в восемнадцатом, то есть вероятность, что в девятнадцатом будем получать оттуда прибыль. Значит, все-таки какой-то коммерческий интерес там будет. Так, ну, я вверху нашего вебинара вопросов не вижу. Обрушим доллар без вулкана. Вы знаете, да, я могу долго над темно рассуждать, неужели цель вашей жизни доллар обрушить? Я думаю, все намного проще. Сделать лучше жизнь себя, своих родных, близких. Если вы наметили себе целью помочь униско реализовать данную технологию, да нафиг нам этот доллар обрушать? Вот. Давайте двигаться в том направлении, которое мы выбрали. Итак, друзья, если еще какие-то вопросы ко мне сегодня, одно могу сказать, что у нас сегодня будут продолжаться вебинары, загляните на страничку в личном кабинете. Завтра партнерская программа, в среду также будет у нас и обзор личного кабинета, и другие вебинары, которые вы найдете в расписании. Если вам интересно развиться, узнать больше и так далее, посещайте эти мероприятия. Если в вашем городе проходят живые мероприятия, найдите сегодня, выйдите на сайт Юницкого, там, ну, по крайней мере, 14 городов и стран, да, там, где проходят живые мероприятия, мы написали адреса и время для того, чтобы было, ну, надо более подробной информации, как туда попасть и так далее. рубль развивать. Ну, давайте развивать рубль. Я не против. Итак, коллеги, если вопросов больше нет, наверное, я буду на этом заканчивать сегодняшний вебинар, хорошо? Спасибо вам за то, что были сегодня на этом мероприятии. Всегда рад, когда есть люди, будет больше людей, будет радостнее говорить и общаться. Будет больше вопросов, всем станет интереснее и так далее. Всем, кому интересно узнать проценты партнерской программы, задать по ней вопросы, может быть, и так далее, завтра жду на вебинаре, который состоится в 17.30. Вот, всем хорошего вечера, всем здоровья, любви, денег, ну, и успеха в реализации проекта Skyway, успеха нашей технологии. Здравия, Анатолий Дарвич, и всем нам с вами. И огромное вам спасибо за то, что вы уже, те, кто стал инвестором, да, помогаете нам в реализации этого проекта. Что движущей силой все-таки являетесь вы, да. Юнистский мозг, Юнистский предложил технологию, а благодаря тому, что вы стали инвестором, это сейчас становится возможным. Вот за это вам большое спасибо. Всем до новых встреч, до свидания.